МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Байкал – самое глубокое и древнее озеро на Земле. Его возраст – 25 миллионов лет. Здесь сосредоточено 20% мировых и 90% российских пресных запасов. Ежегодно экосистема Байкала воспроизводит 60 кубических километров прозрачной и насыщенной кислородом воды. Этого количества достаточно, чтобы каждый житель планеты получал 25 литров этого ценнейшего ресурса в сутки. Метрополия, мир в один прием. Метрополия, Метрополия, отбейте, мир в один прием. Ученые исследуют Байкал уже около 200 лет, постоянно убеждаясь, этот сибирский водоем хранит еще много неизведанного. ВЫСТРЕЛЫ Отбей Байкал ВЫСТРЕЛЫ Международная экспедиция с применением российских глубоководных аппаратов МИР стала самым масштабным научным исследованием водоема за всю историю. Ее организатором выступил фонд содействия сохранению озера Байкал. Уникальную программу разрабатывала Российская Академия Наук. За три сезона ученые совершили 178 погружений по всей акватории Байкала. Это рекордное количество, честно говоря, с до короткого промежутка времени. Открыта масса неизвестного доселе, в частности газогидраты на дне озера Байкала открыты. Уточнен возраст Байкала. Новые организмы найдены, доселе неизвестной науки. База глубоководных аппаратов МИР находится в Калининградском порту. На Байкал их перевозили самолетом «Руслан». Перед транспортировкой с аппаратов сняли практически все навесное оборудование. Система навигации и освещения, фото и видеокамеры. Для погрузки использовали специально изготовленные монорельсы. Общий вес перевезенного оборудования составил почти 80 тонн. Два аппарата МИР и наш катер обеспечения, и масса оборудования, все это было вот одним рейсом. Перевезено. Беспрецедентный случай. В мировой практике вообще никто таких перевозок глубоководных аппаратов не делал. В качестве носителя для аппаратов МИР решено было использовать большую грузовую баржу. Меньше чем за три месяца под руководством сотрудников фонда содействия сохранения озера Байкал ее переоборудовали в судно специального назначения «Метрополия». После капитального ремонта на барже установили автокран грузоподъемностью «100 тонн». В ходе технических погружений глубоководных аппаратов «Метрополия» получила сертификат на работу от Международного классификационного общества. Судно обеспечивало транспортировку миров, их спуск на воду и подъем на борт на протяжении всей экспедиции. Здесь было все необходимое для обслуживания и эксплуатации глубоководных аппаратов. На борту построили каюта для экипажа и разместили специальные лаборатории с системами навигации, связи и обработки данных, полученных во время погружения. Озеро Байкал находится между островом Ольхон и полуостровом Святой Нос. Глубина здесь 1637 метров. Погружение в этой точке стало официальным открытием экспедиции. Когда аппарат начинает погружаться, то постоянно в алюминаторе меняется жизнь, и потихонечку уже увлекаешься и забываешь о чувстве вот этой вот опасности. Обитаемая сфера мира рассчитана на экипаж из трех человек. Она находится в передней части глубоководного аппарата. Сразу за ней расположены боксы с тремя аккумуляторами, от которых питается ходовой электродвигатель. Практически все свободное пространство под легким обтекаемым корпусом заполнено синтактиком. Это специальный сверхпрочный плавучий материал из стеклянных микрогранул, соединенных пластичной эпоксидной смолой. Метрополия, Миро-1. Мы сейчас работаем на полную мощность. Я слышу собственное отражение от поверхности. Аппарат спускается вертикально. Максимальная скорость погружения 35 метров в минуту. Во время спуска три балластные сферы, две в носовой части и одна в корме, наполняются водой. Примерно в двухстах метрах от дна пилот включает насосы высокого давления, чтобы откачать часть водяного балласта. Аппарат замедляет движение и через 8 минут зависает в полуметре от дна, достигнув состояния нейтральной плавучести. При необходимости Миро может сесть на грунт и провести нужные измерения. При подъеме вода из балластных сфер откачивается полностью и аппарат всплывает. Каждое погружение глубоководных аппаратов обеспечивала бригада из нескольких десятков специалистов. От их действий во многом зависела эффективность научных исследований. Мы когда погружались первый раз, эхолот отбил на глубине 400 метров дно. И мы даже припугались вроде как по всем картам. Здесь должна была быть глубина 1600 метров, и на 400 метрах почему-то эхолот дал отражение. Оказалось, что на глубине 400-600 метров находится слой живности, такой как фильтр микроорганизма, и второй такой же слой на глубине 1000 метров. Вот это можно было только обнаружить, если погружаешься. Одним из самых ответственных этапов в организации экспедиции Миры на Байкале стала подготовка к работе в пресной воде. Погружение здесь технически сложнее, чем соленый. Аппараты становятся тяжелее. Поэтому на Миры пришлось установить дополнительные блоки плавучести. Когда работает большой коллектив людей со сложной техникой, нужно, чтобы люди друг друга понимали с полуслова. Через несколько погружений мы этого достигли. Аппараты всплывали и были подняты на борт по штатному. Во все 178 погружений. Погружения на глубоководных аппаратах открыли новые возможности в изучении озера. Благодаря Мирам ученые убедились, оно не всегда было таким глубоким. Во время экспедиции впервые удалось фиксировать четыре древних береговых линии Байкала. Подводные террасы обнаружили на глубине 860, 640, 450 и 220 метров. Это значит, что уровень озера постепенно поднимался до этих отметок. В течение последнего миллиона лет было четыре таких вот изменений уровня озера Байкала. Причем он не пульсировал вверх-вниз, а последовательно наполнялся. Потому что древние террасы, они остались целыми. И вот эти озерные отложения, они фиксируют всю историю за 20 миллионов лет. Такого практически нет ни в одном континенте, ни в одном уголке нашей планеты. Исследуя, восстанавливая, когда образовалась глина, когда образовались пески, мы можем сделать такой очень детальный анализ. С погружениями на глубоководных аппаратах не сравнятся никакие другие методы научного исследования водоемов. Миры позволили ученым взять образцы грунта, воды и байкальских животных точно в запланированных районах. Даже самые современные пробы-отборники, управляемые с поверхности озера, не в состоянии это сделать. Вот вы представьте себе, что вы исследуете нашу планету на дирижабле, летая над слоем облаков. И опускаете различные приборы на поверхность. Да? И, а с другой стороны, вы ходите по земле и видите, да, что вы берете. Вот то же самое и здесь. Владимир Фиалков погружается на Байкале с 1963 года. На его счету больше 4000 часов работы под водой. Максимальная глубина, на которую ученому удалось опуститься с аквалангом, 86 метров. В 1977 году он участвовал в первых глубоководных погружениях на Байкале. Дно озера исследовали с помощью двух обитаемых аппаратов ПАИСИС. Предшественники миров могли работать на глубине до 2000 метров. Ученые совершили 43 погружения и установили мировой рекорд. Впервые в пресной воде, опустившись на глубину 1410 метров. По тем временам это был, ну, я бы так сказал, революционный шаг в проведении исследований озера Байкал. Там тоже было сделано несколько интересных открытий, были открыты новые виды животных. До этого никто вот таких, значит, исследований не делал. Согласно бурятской мифологии, у озера есть хозяин. Верховный повелитель вод Усан Лапсон. Каждый год, во его честь, местные жители проводят специальный обряд. Во время экспедиции Меры на Байкале он впервые прошел на дне озера. В серебряном сосуде на глубину 1370 метров были опущены ритуальные предметы. Так буддисты и волгинского датсана сделали подношение хозяину Байкала. Те результаты, которые анализы, они еще будут на многие годы изучаться и приносить, конечно, пользу. То есть, благодаря вот таким экспедициям, люди должны, когда увидят, уже сами должны осознать, что нужно беречь. Действительно, Байкал – это достояние человечества. Для ученых Байкал – уникальная природная лаборатория. Модель океана, расположенная на материке. В ходе погружений на глубоководных аппаратах МИР, исследователи нашли этому очередное подтверждение. Байкал – единственный пресный водоем на планете, где обнаружены холмы газогидратов. Эти кристаллические соединения газа с водой, похожие на лед, встречаются только в океанах и районах вечной мерзлоты. Их называют топливом будущего. Запасы газогидратов содержат в несколько раз больше углеводорода, чем ресурсы всех разведанных месторождений нефти и газа. Один кубовый сантиметр гидрата выдает 160 кубовый сантиметров чистого метана. Представляете, да? Спичный коробок в 160 кубиков чистого метана. Вот это, почему топливо в будущем. Но изучают его не только потому, что это топливо в будущем, потому что очень сильно метан влияет на изменение климата, как парниковый газ. И если мы понизим уровень мирового океана, в том числе и Байкала, то гидраты начнут разлагаться, и часть из них упадет в атмосферу, что вызовет потепление глобально. Газогидраты образуются при высоком давлении и низких температурах. В донных отложениях озера органические вещества разлагаются без доступа кислорода и выделяют метан. Газ поднимается к поверхности дна, охлаждается и соединяется с водой. Когда я вытащил из-под осадка плиту белого цвета, первое, что я в аппарате сказал, это что, мрамор, что ли? Потом, когда стал подносить к иллюминатору, приближать манипулятор, я увидел, что он прозрачный этот образец. А потом, когда ближе поднес, он переломился и уплыл вверх достаточно быстро. То есть это как фантастика просто в воде, ты берешь со дна то, что лежит на дне, и после этого у тебя этот образец уплывает вверх. Самым сложным было поднять образцы газогидратов на поверхность. На глубине 400 метров из-за изменения давления и температуры они начинали выделять газ. Каждые 10 метров этот процесс протекает все интенсивнее, и примерно в 150 метрах от поверхности озера газогидрат разрывает на части. После нескольких погружений ученые разработали специальный пробоотборник из цинка. Этот газогидрат помещался под колпак и ставился на площадку в бункере потом. И когда мы всплывали, то вот этот газ, выделяющийся из этого куска газогидрата, он выталкивал воду из-под этого колпака. А когда он оставался в газовой среде, в своей, этот газогидрат, то он уже медленно тает. Мощные пузыри гидрата вместе с ним всплывают. Поднятый со дна газогидрат быстро разлагается на воду и газ – метан. Увидеть это можно без специальных приборов, просто поднеся источник огня к кристаллу. Образцы газогидратов хранятся в специальных резервуарах-холодильниках с жидким азотом. Сейчас мы будем доставать пробы газогидратов, поднятые этим летом, со дна Байкала. Необходимо, прежде всего, вводить перчатки теплоизоляционные, потому что они лежат в пробых жидком азоте, а это минус 196 градусов. Через несколько секунд после извлечения гидрата из резервуара раздается потрескивание. При комнатной температуре начинается быстрое разложение кристалла. Вот мы достаем образец гидрата, жидкий азот испаряется. Белый – это гидрат, коричневый – нефть, и серый – это донное отложение осадок озера Байкал. Специалисты лаборатории микробиологии начинают исследование газового гидрата. В этих пробирках у нас находится наш исследуемый объект – растворенный газовый гидрат, который был поднят со дна озера Байкал. Далее мы будем выделять суммарную ДНК микроорганизмов из нашего образца. Чтобы выделить ДНК, ученым необходимо разрушить клеточную стенку микробов. Для этого в раствор добавляют специальный антибактериальный фермент – лизоцин. Исследование необходимо, чтобы узнать, какие микроорганизмы живут в районах формирования газогидратов. Для ученых они – своеобразный маркер. В местах, где микробов больше, наблюдается повышенный выход метана. Значит, там, вероятнее всего, найти газогидратные кристаллы. Даже когда мы первое сообщили, что гидрат обнаружен на дне Байкала, все также заинтересовались, а будет ли производиться добыча газа или еще что-то, сразу было сказано, нет, это только лаборатория, мы только изучаем, это природное явление, и никакой добычи не будет вестись речи. И последующая волна – это когда мы нефть нашли. Все опять, о, нефть на Байкале, как же так, чистое озеро, пресная вода, и тут нефть. Но всех мы успокоили, что мы только изучаем. То есть мы не будем добывать нефть на Байкале. Ученым давно известно, что из дна озера сочится нефть. Во время погружений на аппаратах МИР они впервые смогли увидеть своими глазами, как это происходит. И взяли пробы байкальской нефти на глубине 900 метров. Ну что, вот туда, в углубление пускаем, да? Не, 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 дальше. Как дальше? Где холмик был, заходу. Ну вот он, я вижу. Вот сюда провод. Вот сюда, да? Да. Вот тут место, где сочинется. Нет, сейчас она не сочится. А вот газ пошел соседний. Опа, опа. Или нефть тоже. Почему так часто пошел? Образец мы вставляем в автосамплер прибора. И по заданной программе манипулятор берет пробу и вставляет ее в инжектор хроматографа. Хроматограф проводит химический анализ байкальской нефти. С помощью этого прибора сибирские ученые установили, что при достижении дна озера она делится на две фракции. Тяжелая образует битумные постройки до нескольких метров в высоту. Во время погружений исследователи Байкала обнаружили их впервые. Легкая фракция нефти отделяется в виде капель и поднимается на поверхность. В год на поверхность воды поступает до 4 тонн нефти. Несмотря на то, что нефть поступает на поверхность воды непрерывно, нефтяное пятно не увеличивается, что говорит о декрадации нефти. И ведущую роль в этом процессе выполняют микроорганизмы. Байкальская нефть для этих микроорганизмов – источник питания. Таким образом, сохраняется частота воды озера. Ученые доказали это с помощью эксперимента. В лабораторных условиях микробиологи культивировали организмы, которые живут в Байкале и окисляют нефть. В течение 36 дней ученые наблюдали за ними и установили – микробы начинают расти только в среде, где есть углеводород. Значит, их можно использовать для очистки водоемов от нефтяных загрязнений. Уже описано несколько новых видов организмов. В частности, обнаружены новые виды нематод. Это такие маленькие червячки, которые обитают в битумных постройках в районе нефтепроявления. И это было очень удивительно, потому что они живут именно в такой вязкой жидкости. И, в общем-то, как они выживают – это достаточно тоже непонятное явление. Сейчас мы постараемся понять, за счет чего они там обитают. Фауна Байкала уникальна. В озере живет больше двух с половиной тысяч животных, известных ученым. Почти две трети из них являются эндемиками. То есть не встречаются больше ни в одном водоеме земному шара. Во время экспедиции биологи открыли несколько десятков новых видов эндемичных организмов. Многие из них обитают на максимальных глубинах. Даже в верхних слоях донных осадков Байкала кипит жизнь. Байкал, он насыщен кислородом во всей своей глубине. Вообще температура воды в Байкале средняя 3,5 градуса. Соответственно, летом она прогревается где-то до плюс 12, верхний слой – метров 50. Соответственно, зимой она охлаждается, и вот та верхняя вода, которая достигает температуры 0 градусов, она становится тяжелее той воды, которая находится на дне. И происходит перемешивание Байкала. Поэтому тут постоянно кислородом обогащается. Благодаря научно-исследовательской экспедиции «Миры на Байкале» начался новый этап в изучении озера. Погружение глубоководных аппаратов дали импульс для развития не только российских, но и мировых лимнологических исследований. В погружениях приняли участие 250 гидронавтов. Среди них – ведущие ученые-специалисты из России, США, Швейцарии, Японии, Бельгии, Монголии, Норвегии, Германии и Австралии. Кроме того, фонду содействия сохранению озера Байкал удалось привлечь внимание общества к социально-экономическим и экологическим проблемам региона. Глубоководные аппараты совершили погружение в районе Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. «Миры» прошли по двум разным каньонам, по которым сточные воды из очистных сооружений предприятия выносятся в озеро. С помощью аппаратов были взяты пробы воды и донных осадков в этих районах. Ученые исследуют Байкал круглый год. К концу зимы толщина льда в некоторых районах озера достигает метра. Недалеко от истока ангары готовятся к исследованиям сотрудники Лимнологического института. Подледный дайвинг – наиболее экстремальный вид погружений. Но для ученых это не развлечение, а обычная работа. Температура воздуха почти минус 30. Толщина льда в районе погружения около 60 сантиметров. Ученые проведут под водой около получаса. Для исследований им необходим определенный подводный рельеф и большая глубина. Предположительно, именно в этом месте находится обрывистый склон. Водолазы опускаются на глубину 20 метров. И сразу же встречают байкальских животных, которые летом в этом районе огромная редкость. Это акантагомарусы – самые большие ракообразные озера. Но главная цель ученых – взять образцы байкальской губки. Ее называют лучшим природным фильтром. Каждые 5 секунд губка пропускает через себя объем воды, равный собственному телу. Нигде больше в мире такой губки нет. Губка, на первый взгляд, может показаться, что это растение. На самом деле это кишечно-полосное животное. Хотя человек непосвященный, конечно же, примет его за какой-то вкусный, похожий, не знаю, на карты, может быть. Сейчас у меня в руках, вы видите, это байкальские губки. Это многоклеточные животные. Являются уникальными. Во всем мире вообще к губкам существует очень большой интерес в силу двух таких факторов. Наличие большого количества микроорганизмов, которые живут в этих губках, населяют эти губки. И далее наличие количества биологически активных веществ. Исследование каждого организма, живущего в Байкале, часть экологического мониторинга всего озера. В лаборатории химии анализируют жирные кислоты байкальских обитателей. Это своего рода индикатор благосостояния животного. Незаменимая информация о частоте Байкала. Как человек, допустим, если какие-то есть заболевания, мы берем анализ крови и обнаруживаем, что там что-то не так. Если мы берем рыбу, то хоть взять кровь, конечно, будет затруднительно. Мы исследуем ее на жирно-кислотный состав. Это проще, это удобнее. Те организмы, которые мы исследовали, не обнаружили каких-то существенных влияний, разрушительных влияний со стороны человека. В общем-то, озеро достаточно хорошо сохранилось. Там не происходит каких-либо серьезных деструктивных процессов. Озеро живет своей жизнью. Байкал живет. Байкал дышит. Байкал растет. Каждый год его берега раздвигаются на 1-2 сантиметра. Это самое большое озеро в мире очень чувствительно к любым воздействиям со стороны человека. Задача ученых – вовремя обнаружить и предотвратить любое негативное влияние цивилизации. Экспедиция «Меры на Байкале» стала доказательством того, что у российской науки для этого есть все возможности. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ